Hello, hello! Приветствую вас, друзья! Вы попали на канал OK English Elementary. Меня зовут Елена Викторовна, и мы продолжаем с вами совершенствовать свои знания английской грамматики. Грамматика для нас важна, потому что она помогает нам говорить грамотно. Именно отсюда происходит название. Мы не устраиваем кавардак или хоровод из слов, мы их организовываем правильно, расставляем как положено, и англоговорящий человек точно понимает, что мы ему хотим сказать. Если вы хотите добиться такого эффекта, друзья мои, то учите английскую грамматику. Мы с вами находимся в 64-м уроке нашего большого практического курса 20 примеров на каждое правило английского языка, и сегодня мы с вами говорим о possessive case, притяжательном падеже. В английском языке с падежами дела обстоят совершенно не так, как в русском языке, и то, что мы называем падежами, не сходится с тем, что они называют своим прекрасным, единственным падежом possessive case. Притяжательный падеж, он помогает нам в английском языке указать владельца предмета или объекта, как это выглядит. Например, вы видите машину и знаете, что это машина вашего соседа. То есть машина чья? Машина соседа. My neighbor's car. Вы сказали об этом так. My neighbor's car. То есть соседская машина или машина моего соседа. Интересно то, что в русском языке мы можем в разных местах сообщать владельца. Соседская кошка и кошка сосед. В английском языке мы так делать не можем, и владельца мы указываем первым. То есть для нас сначала важно чье, а потом важно что. И в принципе притяжательный падеж, possessive case, в английском языке называется эта тема, он стоит ровно в том же месте, где у нас стояли притяжательные местоимения. То есть где стояло, например, his cat, стало my neighbor's cat. His car, my neighbor's car. То есть с положением определились. Теперь как выражается притяжательный падеж? В большинстве случаев у нас один владелец, и мы просто после данного слова приписываем апостроф s. s также мы и произносим. Если владельцы во множном числе, то мы просто приписываем апостроф. То есть интересно то, что если слово уже заканчивается на s, множное число, второй раз s приписывать не нужно. Также хотела добавить, друзья мои, что если у нас владелец в единственном числе, но так получилось, что заканчивается он на s, мы все равно пользуемся первой схемой. Например, там имя какое-нибудь. Лорис, пусть будет такое имя. Мы говорим лорис, мы не говорим лорисис, не надо делать. Но на письме у нас будет написано сначала имя лорис, потом апостроф s, и дальше тот предмет, которым лорис владеет. Дальше, третий пункт. Иногда после притяжательного падежа у нас не нужно указывать существительное. Если оно понятно, если оно подразумевается, если оно было указано ранее, то можем его опускать. Дальше, с неодушевленными предметами и животными эта схема не работает. То есть владелец это всегда человек, это всегда хи или щи. Животные сюда не входят. Друзья мои, даже если так горячо, любимые там кошечки, собачки и так далее. Теперь смотрим, как это работает. There is kitty's cat. Вот кошка Китти. То есть видим, что это кошка, у нее есть владелица. Кошка принадлежит к Китти. There is kitty's cat. Китти – это девочка. Мы видим китти, апостроф s, кирис, и потом предмет, что? Кат, вернее объект. She is John's wife. Она жена Джона. По-русски я говорю сначала кто жена, а потом чья Джона. То есть для русскоговорящего человека важнее, что она жена. А для англоговорящего человека важнее узнать, чья она. Джона. А только потом кто она ему? Вайф, жена. Тут, видите, логика не сходится, надо этот момент запомнить. She is John's wife. That man is Lisa's father. Этот отец, этот мужчина – отец Лизы. Можем сказать, он Лизын отец, но почему-то все-таки для нас комфортнее сказать отец, а потом чей Лизы. Вот это тоже нестыковочка. И снова она у нас тут появляется. Лиза's father. I went to my mother's workplace yesterday. Я отправился на рабочее место моей мамы вчера. То есть у моей мамы есть какое-то рабочее место. Workplace. И мы знаем, чье оно. My mother's workplace. Видим, что у нас здесь даже два конкретизирующих слова. Первое, что это my, потом mother's. Мы понимаем, что my mother – это как бы один смысловой блок. И апостроф с мы ставим в конце смыслового блока. То есть my beloved mother's workplace, можно сказать. Можно сколько хотите здесь указать слов, но апостроф с будет относиться к самому последнему слову. My mother's workplace. То есть my – мы не говорим, да? Не нужно так делать. Повторяем еще раз эти четыре примера. There is kitty's cat. She is John's wife. That man is Lisa's father. I went to my mother's workplace yesterday. Great, let's go next. I sold my parents' house last year. Я продал дом моих родителей в прошлом году. Значит, что я продал? My parents' house. Дом был один, house, но владельцев у него было несколько. Parents – родители. Их было много. Именно поэтому мы добавляем только апостроф, а с нам уже не нужно. My parents' house. Дом моих родителей. Опять же, при переводе нам удобнее как бы забежать вперед и перевести сначала слово house, а потом сказать чей? My parents. Обратите внимание на этот момент. My colleagues' plans were disapproved by the boss. Планы моих коллег не были одобрены боссом. Итак, есть мои коллеги. My colleagues. Colleagues. У них были планы. Plans. Все это вместе соединяется в словосочетание my colleagues' plans. И дальше, что с ними произошло? They were disapproved. Они были не одобрены кем? By the boss. Боссом. Начальником. Were disapproved. Пассивный залог. These artists' masterpieces are shown in galleries all over the world. Эти шедевры художников демонстрируются в галереях по всему миру. И вот вам один шедевр. Знаменитая Mona Lisa. Mona Lisa. Художника Леонардо да Винчи. Итак, у нас есть художники. These artists. Эти художники. Есть шедевры. Masterpieces. Шедевры их мастерства. Masterpieces. Как фрагмент их мастерства. И видим, что мы должны сказать, что шедевры относятся к художникам. These artists' masterpieces. И дальше пояснение. Are shown in galleries. Демонстрируется в галереях. Are shown также пассивный залог. Заодно, видите, повторим его. Пример 8. Возле холла было много посетительских машин. Нет, машин-посетителей. Вот так можно. И в итоге это прекрасное предложение мы перевели с конца в начало. Возле холла, next to the hall, было, there were, что было? Машины, cars, чьи? Many visitors. Многочисленных посетителей. Нас интересует только оборот visitors' cars. Машины, посетителей. Видим, их много в visitors, поэтому мы просто добавляем апостроф с. В речи, как видите, вообще ничего меняться не будет. Этот апостроф нужен только для письма. Апостроф, друзья мои. Для кого важно ударение? Апостроф. Давайте еще раз повторим эти примеры. I sold my parents' house last year. My colleagues' plans were disapproved by the boss. These artists' masterpieces are shown in galleries all over the world. There were many visitors' cars next to the hall. Отлично. Дальше, друзья мои. They are Tom and Matilda's friends. Они друзья Тома и Матильды. Я вам уже говорила, еще раз повторю, что когда у нас, пусть даже несколько владельцев, но они указаны в единственном числе, то мы апостроф с ставим в конце блока. Не надо возле каждого слова добавлять этот апостроф с. Tom and Matilda, они, they, и апостроф с. Tom and Matilda's friends. Они друзья Тома и Матильды. Вот такой вот интересный момент. They hadn't approved Sarah and Jack's project. Они не одобрили проект Сары и Джека. То есть у нас чей был проект? Кто его создал? Sarah and Jack. Они являются его владельцами. Sarah and Jack's project. Никогда никто не скажет Sarah's and Jack's, потому что после Sarah's сразу мы должны указать что? Проект Sarah's project. Мы можем разбить эту связку и сказать They hadn't approved Sarah's project and Jack's project. Но смысл поменяется, потому что получится, что у Сары свой проект, а у Джека свой проект. А если мы хотим сказать, что проект был их, то мы говорим Sarah and Jack's project. Пример 11. We discussed Fred and Molly's ideas the whole evening. Мы обсуждали идеи Фреда и Молли весь вечер. Снова мне удобно переводить сначала что? Ideas, а потом чьи? Fred and Molly. Я не могу сказать по-русски. Мы обсуждали Фредовые и Моллиные идеи. Это просто ужасно звучит, друзья мои, поэтому никогда так не делайте. У вас будет искушение говорить вот как бы линейно. Мы обсудили Фреда и Молли идеи, но так не нужно делать, потому что это будет звучать плохо. Здесь у нас разные структуры в русском и в английском языке, поэтому вам надо просто запомнить. По-английски сначала чей, потом что. По-русски сначала что, потом чей. В редких случаях мы можем оставить вот как здесь. Моллиные идеи. Моллиные идеи. Непонятно вообще. В общем, по-русски это звучит плохо. We discussed Fred and Molly's ideas. Опять же, если я скажу we discussed Fred's, то надо сразу сказать, что Fred's ideas and Molly's ideas. Но тогда получится, что идеи у каждого были свои. Мы просто обсуждали и его, и ее идеи. Если идеи принадлежали как бы одни идеи на двух человек, то мы говорим Fred and Molly's ideas. И апостроф s стоит в конце блока владельцев. He was married to the boss daughter. Он был женат на дочери босса. Я вам прям даже фильм нашла. My boss daughter. Дочка моего босса, моего начальника. Что интересно, то что слово boss заканчивается на s, но при этом оно в единственном числе. Поэтому в английском языке мы оставляем схему апостроф s. My boss, the boss daughter. Ну, вроде бы все просто. Давайте повторим эти примеры. They are Tom and Matilda's friends. They hadn't approved Sarah and Jack's project. We discussed Fred and Molly's ideas the whole evening. He was married to the boss daughter. Great. Идем дальше. Здесь парочка диалогов, чтобы вам было поинтересней. Homer, where have you been all day long? I've been at Moe's. Гомер, где ты был весь день? Я был у Moe. Что это такое за Moe's? И почему дальше нет существительного? Очень часто, когда у нас подразумевается место или заведение, которое принадлежит какому-то человеку, то мы просто указываем владельца, дальше мы не говорим, что это за место. I've been at Moe's. Я был у Moe. И всем понятно, что Moe – это, например, местное кафе. Или что Moe – это наш друг, и он был у друга Moe в его доме. Можно было бы сказать at Moe's place. Но как бы выпадает здесь очень часто. Обратите внимание на этот момент. Очень даже часто название всяких типа как кафешек, придорожных, забегаловок, закусочных в Америке так вот и дается. Просто в притяжательном падеже. Даже без указания, что это. Diner, например, там забегаловка. Дальше. Пример 14. Я был вчера у стоматолога. То есть, где я был у стоматолога? Ясное дело, я у него не дома чай пил, да я к нему в кабинет пошел. Поэтому мы говорим at the dentist, а слово office, например, мы уже не указываем. Просто at the dentist. Whose house is there? My wife's parents. Чей это дом? Это дом моих родителей. Сразу два притяжательных падежа. Здесь мы видим первое. My wife's parents. Parents мы указываем чьи они? Это родители жены. My wife's parents. Но слово parents и вся связка my wife's parents показывает владельцев этого дома. Мы не хотим второй раз повторять слово house. Но мы могли бы это сделать. Мы могли бы сказать my wife's parents house. Слово house здесь уже второй раз не будет фигурировать. Оно, скорее всего, выпадет. Поэтому мы оставляем здесь как бы вот такой вот, вот так это оставляем, да, my wife's parents. И не пугайтесь того, что в двух словах у каждого притяжательный падеж. Такое бывает, просто my wife's относится к слову parents, а слово parents относится к слову house, который выпал. Здесь он второй раз не нужен. Вообще мы знаем, что английский язык не любит повторений. И очень часто мы либо выбрасываем повторяющееся слово, либо каким-то образом его заменяем. И мы, кстати, с вами буквально через 10 уроков будем говорить о том, как мы очень часто заменяем существительные, которые не хотим повторять несколько раз. Так, давайте повторим эти блоки, да. Итак, друзья, мы последний блок, последние несколько предложений. После аварии они не могли найти колесо машины. Итак, что у нас здесь происходит? Здесь мы уже не говорим о владельце. Здесь мы говорим о том, что колесо, оно было частью машины, да. Оно как бы не принадлежало машине, но просто было ее блоком, ее фрагментом. Вот когда у нас такая ситуация получается, то мы говорим как в русском языке, линейно. Сначала что? The wheel – колесо, а потом какое колесо? Of the car – машины. Колесо машины. И кого чего? Родительный падеж в английском языке передает предлог of. Of the car, да. В русском языке падеж передает окончание. Машины – и окончание. After the car crash, they couldn't find the wheel of the car. The capital of this country is very densely populated. Столица этой страны очень густо населена. О чем мы говорим? Мы говорим о столице. The capital – обратите внимание, всегда the. И что это за столица? Столица страны. Of this country. То есть столица является частью чего-то большего, страны, да. И занимает лишь маленький клочок по отношению ко всей земле, которая относится к данному государству. The capital of this country. Мы используем снова развернутую схему. И, кстати, если у вас будет искушение использовать эту схему для владельцев, он или она, для живых людей, не используйте так, никто никогда не говорит. Так говорят только об объектах, когда что-то меньшее является частью чего-то большего. The capital of this country is very densely populated, densely, густо, populated – населён. То есть population – население, и, соответственно, там много людей живёт. The king of the land was dead. Король страны был мёртв. Опять же, у нас есть маленький-маленький человек-король, который является небольшим блоком этой огромной страны, пусть и важным блоком, но небольшим. Он является лишь одним маленьким человечком из всех людей, которые живут на этой земле. The king of the land was dead. Земля сама по себе land. Она, конечно, не может быть владельцем ни в коей мере. Король может владеть землёй, а земля короля владеть не может. Поэтому мы используем длинную развернутую схему с предлогом the king of the land – король страны, земли. We saw the tower of London from the window of our double-decker bus. Мы увидели лондонский тауэр из окна нашего двухпалубного автобуса double-decker. Итак, что мы здесь видим? Мы видим здесь два примера. The tower of London – лондонский тауэр. По-русски мы говорим лондонский тауэр, а по-английски, как ни странно, мы не можем ни в коей мере сказать «Лондонс тауэр». Это будет звучать очень странно. Поэтому мы говорим сначала что – the tower, а потом объектом чего он является – the tower of London. Также, кстати, обратите внимание, что это уникальное архитектурное сооружение. Здесь будет использоваться определённый артикль «да». The tower of London. И видели мы его откуда? From the window of the bus. Окно является малой частью чего-то большего – автобуса. Поэтому мы говорим «the window of the bus». И также мы знаем, что лондонские вот эти красные автобусы двухъярусные, они называются double-decker bus. То есть двухпалубный автобус или двухъярусный, двухэтажный. Double-decker bus. We saw the tower of London from the window of our double-decker bus. Police should protect the citizens of the city. Полиция должна защищать граждан города. Значит, граждане, citizens, они принадлежат чему-то большему. Они принадлежат городу. The city. И весь блок будет выглядеть the citizens of the city. Ну и полиция, соответственно, полиция. Что она должна делать? Should protect. Повторяем модальный глагол. Should. Все, вроде бы все разобрали здесь. Помним, что длинная схема «что?», «the wheel», «чего?», «of the car». Используется только, когда мы говорим о каком-то объекте, который является частью чего-то большего. Поэтому автобусная остановка в английском невозможна. Мы говорим там совсем по-другому. И там «кошкина лапка», также мы скажем «the paw of the cat», а не «cat's paw». Обратите внимание, кошки сюда живут, в это же правило, друзья мои. Итак, повторяем еще раз наши последние примеры. After the car crash, they couldn't find the wheel of the car. The capital of this country is very densely populated. The king of the land was dead. We saw the Tower of London from the window of our double-decker bus. Police should protect the citizens of the city. Итак, друзья мои, давайте повторим с вами все примеры, которые мы разобрали. Ну, последний пример у меня, к сожалению, не влез. Я думаю, вы его уж как-нибудь запомните, читав в более быстром темпе. There is Kitty's cat. She is John's wife. That man is Lisa's father. I went to my mother's workplace yesterday. I sold my parents' house last year. My colleagues' plans were disapproved by the boss. These artists' masterpieces are shown in galleries all over the world. There were many visitors' cars next to the hall. They are Tom and Matilda's friends. They hadn't approved Sarah and Jack's project. We discussed Fred and Molly's ideas the whole evening. He was married to the boss' daughter. Homer, where have you been all day long? I've been at Moe's. I was at the dentist's yesterday. Whose house is there? My wife's parents. After the car crash, they couldn't find the wheel of the car. The capital of this country is very densely populated. The king of the land was dead. We saw the Tower of London from the window of our double-decker bus. And, друзья мои, все, что я могла с вами сделать, сегодня я сделала. Осталась теперь ваша личная работа. Поработайте с переводом данных предложений. Это все те предложения, которые мы с вами разобрали на протяжении урока. Обратите внимание, что это задание нужно сделать вслух и нужно сделать его письменно. Поэтому не ленитесь, выполняйте задания. Это, в принципе, путь к успеху. Если вы будете прорабатывать материалы, которые я вам предлагаю, то постепенно у вас отложатся в голове правила. Вы научитесь писать на английском языке более-менее грамотно. Если, конечно, вы будете сверяться с предыдущим слайдом. Ну и если что-то непонятно, то вернитесь, повторите урок еще разочек. И я с вами буду прощаться. Занятия провела Елена Викторовна. Мой канал называется OK English Elementary. Именно здесь я выпускаю данную серию уроков. Подписывайтесь и следите за новинками. Wish you all the best in your studies. Bye-bye.